Зачем делать дизайн сначала в фигме, потом переносить его в тильду, если можно сразу все задизайнить в тильде? Да, вы экономите время, но вы экономите на качестве продукта, и я сейчас объясню почему. При таком варианте, то есть фигма, потом тильда, вы формируете правильный дизайн-процесс. Потому что кроме дизайна мы проходим еще несколько этапов, которые непонятно, где в итоге хранятся и разрабатываются, когда мы делаем дизайн только в тильде. Я говорю о прототипе, сборе референсов, мудборде и UI-ките. Когда мы работаем с фигмой, мы можем это все разместить на соседних холстах и, соответственно, приходить к ним, когда они нам нужны. В тильде мы это реализовать не сможем. Второе – это итерации блоков. В тильде эту механику просто будет тяжело реализовать. В фигме вы разместили рядышком разные варианты ваших блоков, сравнили и выбрали наилучшие. Потому что хороший дизайнер никогда не выдает первое решение и не оставляет его в финальном. Он всегда делает несколько вариантов и выбирает наилучший. Ну и последнее, конечно же, фигма – это графический редактор. Он создан специально для создания дизайна интерфейсов. Там есть много полезных инструментов, которые ускоряют вашу работу.